Ага, спасибо, Саша, большое. Да, на мне майка, это мерч. Раки там нарисованы. Это к чему я? Потому что будет вообще то, что вы не ожидаете наверняка. Я думаю, что это неожиданная будет вся штука. Это такой дисклеймер. Название доклада другое, но оно как бы отражает. Там все было написано, то, что вот в анонсе. Ну, просто слишком длинно и как-то так покороче будет. Ну, вот да, никогда не было. И вот опять. Это QR-код. QR-код. Я не знаю, если будет запись. Наверное, будет, может, не будет. В общем, QR-код, наверное, лежит на GitHub презентация. Это прям GitHub Pages. И вот QR-код ведет на код, который создает этот GitHub Pages. Там как раз использован вид фреймворка для сборки. Ну, то есть вы локально это можете развернуть и посмотреть на это, как это все устроено. Большие спасибо. Это вот куча сообществ. Это не все. Это кто вообще когда-нибудь что-нибудь там принимал участие с этой презентацией. Их на самом деле... Это вот еще карманная, да, комьюнити. Их на самом деле больше сообществ. Вот. И больше спасибо. И почему? Ну, потому что это очередная какая-то серия Морализонского балета. Есть там уже с десяток презентаций про вот эту вот всю кухню. В них во всех есть вот такой вот слайд. И вот такой вот следующий слайд. Ну, то есть это все презентации как бы связаны между собой, потому что они про одно примерно и то же. Потому что мне это нравится. Я про это рассказываю. С разных сторон это поворачиваю. Поэтому вот и это сегодня случилось. Вот сегодня вот такое случилось. Да, с этой презентацией. Но тем не менее они все объединены. Но вот я сегодня утром понял, что нужно все переделать. Да, и, ну, сжег все слайды, которые были до. И вставил другие. Ну, как бы они тоже уже где-то были в каких-то презентациях. Но было легко, потому что это сама презентация. Это просто сборник MD-файлов на фреймворке, самопальном и наколеночно собранном фреймворке. Поэтому мне было несложно все это переделать, сжечь и нарисовать заново. Почему я решил это переделывать? Да, но тут вопрос. Почему? Потому что мне нравится, когда системы какие-то встроенные. С докладом, вот как предыдущие версии, версии по состоянию на сегодня на 10 утра, вот встроенности не было. Было вот так. Он был весь хаотичный. Сейчас, надеюсь, будет получше. Вот такие слайды с циферкой в бок. Это значит, что у нас есть вот какая-то отсечка. То есть отсечка с вот этим предыдущим почти шуточным вступлением прошла. И сейчас пошло, ну, какое еще не мясо. И вот вопрос. SPB фронтенд, да? Ну, это уже вот фронтенд наданул мерч. Как много тут вот все фронтендеры, наверное, да? Ну, что-то фронтендеров мало. Ну, получается все, да, почти. И сколько из вас пишет на React? Я вообще не пишу на React, я фронтенд лет 10 уже не пишу. А кто считает, что на JavaScript пишет? Это такой подводка, да? Ну, да. Ну, и как часто вы думаете, что надо все переделать? Вот. Собственно, да, эта мысль про все переделать, она со мной уже лет 20. Вот 20 лет я пишу код, и вот 20 лет я смотрю на эту конструкцию и думаю, ну, почему? Почему оно все не работало? Вот тогда же когда-то давным-давно работало, но от этого решили отказаться. Ну, и понятно, что здесь тоже будет как бы все задумывалось это вот так. Я думаю, что JavaScript задумывался примерно с вот этими стройными концепциями в голове, потому что, ну, это маля условно-объектно-функциональное программирование. Нет такого термина, конечно же. With, конечно, давно запрещен. И, ну, как бы, with, он вообще про объекты, да? То есть тут же речь идет про объекты. Там хоть и примитив нолик, но это объект, и поэтому к нему можно применить with. Объекты начинаются с конструкторов. И здесь сейчас будет жестяк, потому что я нажму кнопку, ее плохо видно, она вот там вверху. Run me. Ой, я слишком сильно увеличил шрифт. Стер консоль, еще слишком сильно увеличил шрифт, убрал консоль. То есть я просто запустил код этого примера вот сюда в отладчик, чтобы мы могли насладиться. Насладиться тем, что будет происходить. На самом деле здесь ничего сложного, здесь просто экземпляр пустой. Вот. И, ну, мы можем посмотреть на прототип, увидеть, что там внутри в прототипе объект, увидеть свойства прото, там тоже объект, и дальше спуститься, и увидеть там нол. Нол почему? Потому что это конец цепочки прототипов, да? Ну, и поэтому type of null, как бы, он немножко объектной природы на сегодняшний день отдает, и поэтому я не думаю, что type of null это плохо. Прыгаем дальше. То же самое, это уже прототип конструктора, и это для игр, для того, чтобы, если вы будете дома пытаться эти примеры запустить, вот тут вот информация, это все true-true-true, и дальше самое главное. Самое главное, ну, тут-то опять же тоже везде true, самое главное, последний консульлог, это вывод неперечислилого свойства конструктора, которое лежит в прототипе. Зачем? Сейчас покажу. Еще раз прыгну, прыгну. Затем, что в дискрипторе свойств есть важная для нас информация. Оно перезаписываемое, но неперечислимое. 25 лет назад, когда появился JavaScript, узнать, что это вот так работает, можно было только одним единственным образом, прочитать спецификацию. Кто делал это 25 лет назад? Никто. Все пытались каким-то магическим образом, алертами, понять, как это все устроено. Спецификацию, ну, те, кто писал спецификацию, те же ее и читали. И поэтому Дуглас Кроквард написал одну статью. Самый непонятный язык на свете. Зачем вообще вы написали этот язык? Надо было все делать иначе. Но там же, вот в спецификации, то есть Крокварда сложно обвинять. Вот такая вот картина описывает прототипы. Вокруг две страницы текста. И все равно непонятно. Вторая такая же статья. Прототипное наследование, выкиньте его, забудьте, что... И поэтому вот до сих пор, собственно, это все бытует. Если нарисовать вот так, стрелочки отражают жизненный цикл развития, что из чего, да? То оно становится уже немножко проще, потому что вот сразу после NAL начинаются объекты. Вообще совсем с любыми типами, с намбером, с стрингом, там, символ begin, ну да, это конструкторы, которые не требуют применения оператора new, но тем не менее все равно создается объектная природа. И кроме всего этого была еще древняя шаманская магия. Она примерно вот так выражалась. Если посмотреть более внимательно, там вот jQuery, да? То есть я вот свой собственный jQuery взял и себе вот его забрал. jQuery, ну по сути это просто объект, синглтон какой-то, да? Куча методов. С любым объектом предполагалось делать так. Я демонстрирую, что это все работает. Вот он из Ready мой в jQuery true, да? Ну, в конце логи и экземпляров там распечатано. Uncode это не отсюда. Это вид. Я в debug режиме запустил. Второй пример. Второй пример немножко проще, но в то же время немножко сложнее. Кода будет больше. Ну, я думаю, что все примерно прочитали. Там класс экстендится функцией, да? Так можно. Всегда было с классами делать. И получается, что, ну, как бы, одна возможность то, что класс экстендится функцией, а вторая возможность то, что, ну, у функционального-то конструктора в прототипе лежит вот тот самый коробочка, да, монотонная. И она меняться не будет. И получается, что классовый конструктор при создании экземпляра будет ссылаться на коробочку в цепочке прототипов, которая уже неизменная, и которая работает на тех самых старых принципах самого начала заложенных. Ну, здесь немного больше кода. Опять же, для примера, что происходит? Создание свойства в коробочке в прототипе, функции. Потом экстенд, ну, соответственно, при создании экземпляра будут эти свойства в обоих экземплярах лежать, да. Самвели, вот он распечатался, там, раз-два-три, раз-два-три. Прыгаем дальше. Присвоили какое-то значение другое, да, в один из экземпляров первый. Ну, и, соответственно, оно поменялось. А во втором не поменялось, почему? Ну, потому что DIS в данном случае указывает на, не на цепочку прототипов свойства, самвели создаётся внутри того, на что мы смотрим, с чем работаем, то, что до точки стоит, да. Соответственно, если мы прыгнем глубже, возьмём где-то прототипов, то у нас, естественно, будет то, что должно быть, будет раз-два-три. И, наконец, монотонность. Монотонность не в том смысле, вот в котором там во всех статьях в интернете, монотонность, а монотонность в том смысле, что мы можем на один объект ссылаясь, апеллировать и добавлять, и изменять в нём свойства. Вот мы, соответственно, там выше добавили another value, и оно в обоих из гамбляров появилось. Такая работа предполагалась, и такой механизм исходно был заложен. Насколько глубока кроличья нора? То есть, можно ли с прототипами работать, как с, ну, прям, очень большими объектами, да? Тут много кода, ну, собственно, он не особо важен. RequestAnimationFrame, чтобы не было стейка overflow, и вот сейчас я это всё запущу, включу консоль. Вон они создаются, тысячу экземпляров, тысячу элементов разных записывается в цепочку прототипов. Почему так медленно? Тормозит две вещи. RequestAnimationFrame и render. Сейчас оно домотается, прыгнет на отладчик, на очередной. Отладчик. Код под ним, под дебаггером, да? ConsoleTime и GlobalCurrentIDX, то есть это элемент нулевой, который лежит на нулевой позиции в цепочке прототипов. Вот сколько времени до него будет доступ? Ну, там 4 миллисекунды вот на батарейке он сейчас работает, да? То есть, ну, не так-то уж и долго спуск по цепочке прототипов, не так-то уж и много времени занимает. Ещё и с отладчиком включен. Но, когда это всё было, да? Это было аж вот тогда, 95-й год. Они всё это придумали. И придумали... Сейчас я отладчик не отпустил, да? Не отпустил, отладчик отпустил. Нет, не отпустил. Нет, не отпустил. Да, они всё это придумали для того, чтобы снежинки были. Ну, конечно же, для чего ещё там можно было всё это придумать? Что такое снежинки? Снежинки — это масса одинаковых объектов, соотличающихся очень небольшим набором свойств. То есть, их очень удобно иметь в памяти только то, что действительно изменилось. Памяти было мало, компьютеры были медленные. Наверное, эта идеология была на тот момент каким-то правильным решением. Сегодня, конечно, это уже всё не так. Следующий, соответственно, переход, следующий блок, следующий модуль. Если мы смотрим на код долгое время, код начинает смотреть на нас. Это код этой презентации. То есть, это не рисунок того, как... Ну, в смысле, да, конечно же. Это диаграмма того, как устроена эта конкретная презентация. Но эта диаграмма, она отражает жизненный цикл того, что из чего создаётся. То есть, из какого-то корневого главного элемента создаётся слайд. У слайда есть три типа. И любой из этих типов создаётся путём просто выбора. Но, тем не менее, эти три типа существуют внутри этого слайда. Это как бы следующий элемент в цепочке прототипов. Ну и дальше там есть прогрессор-футер, прогрессор. Это вот та вот полоска, которая сверху лежит, отражает сколько времени. Осталось ещё ждать, пока я не закончу. И внизу вон там ещё номера, страниц. Сделано вот так, да. То есть, это декларативщина, по сути, ну такая а-ля. Вот, я, соответственно, создаю корневой элемент. У него нет никаких ссылок. А потом из элемента создаю уже следующий элемент. Это, по сути, конструкторы. Для чего? Для того, чтобы иметь жизненный цикл. Да, то есть, у меня отстоящие во времени процессы создания экземпляров. При этом эти экземпляры через цепочку прототипов между собой связаны. Так было задумано, что будет вестись работа с объектами. В случае с... Ну, с тем, как вот можно это задать, это можно задать по-разному. Ну, вот я вот себе вот такой вот на коленке наклепал способ, да. Но так было нельзя сделать 25 лет назад. Ничего способствующему тому, чтобы понять, что так можно сделать. И потом, собственно, сделать не было. Define – это обертка над конструктором. Как собирается вот эта вся диаграмма? Ну, вот там где-то в сабтипах, в подтипах, да, это тоже объект, который... Там лежат эти имена, и я вот поэтому это собираю вот в такую вот красивую для себя схему. Классы появились. И, ну, можно, да, просто посмотреть на них вживую. Тут пример немножечко такой своеобразный. Сейчас я его прокликаю. Наверное, там перекликал. Да. Да, я вывожу прототип, соответственно, классового конструктора и функционального. Здесь просто функция, соответственно, это конструктор. И потом еще два прототипа от стрелочной и от Rasing. Так, сейчас я его перезапущу. Отвалился вид. Escape, play, назад. Перезапускаем. Да, что ж такое. Run me. Чтобы просто в консоли не было мусора. Что мы видим? У классового конструктора, который был первый, свойство прототип вообще залочено. Его нельзя переассайнить. А у функционального конструктора оно в writable true. То есть можно переписать. И вот этим люди научились пользоваться тогда сразу. А вот с классовыми конструкторами как бы, ну вот отличие. Можно отличить одно от другого. Мы используем сейчас класс для создания экземпляра или используем функцию. И получается, что вот тот пример, где у нас была монотонность, когда мы экстендим функции ей, класс. То есть вся эта механика, она до сих пор жива. Но ее использует, ну, примерно никто. Потому что она примерно ни для чего сейчас не нужна. Для меня это упущение. Следующий пример с расширенным классом. Здесь, ну, на самом деле он больше для того, чтобы просто показать, что там это все одно и то же, и чтобы на него можно было посмотреть. Мы его, наверное, даже уже немножко пропустим. Потому что ничего здесь такого интересного особенно нет. Ну, да, то есть там все это отображается. И, ну, самое главное, последний вот этот консулок, ну, это, соответственно, что это одно и то же. Вот он, труп последний в конце. Это для разбора, если вдруг кому-то будет интересно. Напоминает вот эту конструкцию. То есть оно как бы аппликативное. То есть мы применяем что-то к объекту. И получаем жизненный цикл. Соответственно, или к экземплярам. Для чего мне вообще все это надо? Ну, потому что супер – это вызов у класса. И, соответственно, когда у меня экстенд, то я могу всю эту механику в целом подменить своей собственной механикой. Я могу… Здесь большой пример. Несколько функций. Вот функция, функция, функция. И это все будет в цепочке прототипов лежать. И вот три класса с экстендом. И один из них расширяет функции ей. И потом… Ну, вот это супер. В продакшн так не надо писать, конечно. Это неправильно. Но здесь это такой учебный пример. Я быстро просто все прокликаю. Самое главное, что target name там будет same везде. И вот у классов так. И потом… Вот это все. Вызовы, 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 вызовы. То есть, вот супервайз – это супер. Только для функций. Но если вы будете это использовать, вам нужно будет это дописывать. И вот мы начали спуск. И вот у нас свойство супер. Оно здесь… Сейчас будет пять. Было четыре. Вот. Но оно, к сожалению, будет только на верхнем уровне. Его нигде там в цепочке прототипа уже не будет. Потому что классик, конечно же, по указателям схлопывает это на верхний элемент. Пример большой, сложный. Я его просто включил, опять же, для того, чтобы можно было на это все посмотреть. И получается у нас там семь консологов. Вот они, семь консологов. Там везде true. То есть, ну, как бы оно все правильно. Самый важный по instance of. То есть, сам instance of base. Base – это вот он функциональный конструктор. Тут в самом начале лежащий. То есть, в принципе, вот этот супервайз достаточно неплохо отработал. Свою миссию выполнил. Таким образом, у нас вот в этой цепочке прототипов было использовано шесть конструкторов. Три из них были функциональные, три из них были классовые. И оно все вот сквозную вот эту вот механику создания экземпляров классов при помощи еще и Extend соблюдало. И это наколеночный способ. Код. Код – это вот этот код, который вот так вот задается. Который получает жизненный цикл экземпляров и у которого есть возможность как-то завернуть в себя синглтон. И даже больше, да, тут есть еще один пример. Мы можем это все вообще миксовать. Можем миксовать numbers, ну, то есть, объектную обертку над примитивом, с массивом, например, там с объектом. И вот здесь тоже эта механика будет работать. То есть, вот instance of array, object и number. Смотрим в консоль. Да, это instance of array, object и number. Вот это вот. То есть, это объект, который перемешан между собой с разными вообще настройками, типами. И вот мы туда еще там кучу всего добавили. И экстрактит это свойство объекта. Это нолик, это, естественно, массива природа. Это два, это природа того number. То есть, мы можем еще там мунарные операции производить. И еще есть такая штука, что мы можем вообще прокси положить в цепочку прототипов, в самый ее конец, вместо нала. То есть, ну, вот это как бы эмуляция прототайпчейн. Это массив, в котором три объекта, в которых есть какие-то свойства. И мы потом к ним будем обращаться через прокси, который лежит в конце цепочки прототипов, у которого, соответственно, есть возможность обращаться к вот этой внутренней механикой. Она нам не очень интересна. Мы просто будем там ходить по этому массиву и забирать эти свойства. Соответственно, ну, нам главное, чтобы вот они вот все за концу ложились, да. Ну, они все за концу ложились. Вот они там существуют и есть. С механикой метапрограммирования. С механикой той, которая была исходно заложена для создания экземпляров объектов, с классами. Все это перемешано для чего? Это джамп в ошибку. То есть, вот слайд, на котором я сейчас стою вот здесь, вот он упал. Ну, это следующий слайд. Play я сейчас отпущу. Вот, как бы, вот React мне сказал, что у меня на слайде не закрытый элемент H2. Ну, вы же видели, да, что я вот где-то там в каком-то userland коде. Я взял ошибку React и забрал себе. И у меня вот эта презентация, это React. И я ошибку забрал. Ну, вот так вот это вот не очень красиво, да. Давайте следующий слайд. Можно вот так, да. То есть, вот он MDX, это тот, который рендерит MD-компоненты. Слайд, это, собственно, сам корневой элемент рендер слайда. Мейн, это тот самый мейн, который в самом начале. То есть, это вся цепочка прототипов использована для рендера этого приложения. Это как бы скелет, на который я опираюсь для того, чтобы создавать экземпляры. И, соответственно, скелет классовых конструкторов, функциональных конструкторов создает мне цепочки прототипов, которых я могу достать. Ну, вот выбили нужный контекст из миллиона. Это текст этого слайда, который упал. И вот здесь он не закрыт. Ну, и дальше там еще куча всякой разной служебной информации, которую тоже можно получить. И теперь посмотрим в консоль. В консоли попадала куча всего. Сейчас я это перераспечатаю. Раз, два. Да. Здесь есть масса всяких разных дополнительных свойств. Windows Last Terror, там экземпляр, который упал, экземпляр ошибки и многие разные дополнительные штуки, которые можно поизучать. Ну, давайте возьмем какую-нибудь там Last Terror. То есть та ошибка, которая была последней создана. Это, естественно, реакторский код. И здесь вот мы можем там получить то, что лайфтайку какого-то объекта, вот рендера, да, это компонент, что он упал. И он упал на каких-то вот таких вот данных. На самом деле там больше всего, конечно же. Можно поизучать, ну, там, таймстэм взять, то есть в момент падения ошибки. Можно взять OriginalRore React и вот на него посмотреть. Он примерно ни на какие вопросы тут особенно не отвечает. Ну, да, вот React мне собрал этот OriginalRore. То есть я отсоединил ошибку, которую сделал мне React. Обернул ее дополнительными какими-то нужными мне свойствами. Потому что могу, да, потому что у меня есть JavaScript. И вот с ним я магию примерно себе представляю. Дополнительно получается, что я из наследного элемента, из слайда, да, обращаюсь к корневому элементу. Ну, грубо говоря, к руту. То есть я это делаю без всяких там стейт-менеджеров и всего остального. Потому что просто я это все обернул на коленке. Ну, и как бы так можно. И всегда было можно. Просто никто не пользуется этим на сегодняшний день. Ну, потому что там считается, что это, наверное, антипаттерн. А, библиотека. Две библиотеки, на самом деле, это не реклама. Я про них рассказывал уже. Одна со строкой типизацией. Они учебные. То есть вот так вот затягивается строкой типизацией в JavaScript. В одну строчку декоратором. 50 строк кода во всей библиотеке. И вот, ну, библиотека, на которой это сделано, в ней уже поддерживается TypeScript. На этом, наверное, все. Спасибо всем командам моим, которые принимали в этом участие. И вам спасибо, это QR-код, на эту же самую презентацию. Да, да. Все. Спасибо, спасибо, спасибо. Кто еще с нами, кто что-нибудь понял? А, Дима. Дима. Да. Я уже знаю, что надо кнопочку нажимать. Так, было очень интересно, но ничего не понятно, поэтому вопросов будет мало. У тебя там на одном слайде было написано, что типа 0,4 миллисекунды пробежатся по всем прототипам, и типа это норм. Ну, это, наверное, не норм. Ну, я тут посчитал, получается, 30 раз можно за один фрейм побегать, а потом у тебя начнутся дроп-фреймы. Я не понял, про что это ты спрашиваешь. То есть, в один фрейм в 16 миллисекунд влезет примерно 50 раз пробежаться вот так вот по прототипчикам. Ну, в цепочке тысячи элементов. Ну. Это много или мало? Так и в нашем коде. Не-не, у тебя хоть раз бывали цепочки прототипчиков? Я не защищаю, в смысле, можешь написать свой код. Я просто проверял, насколько быстро работает выбор свойства из цепочки прототипов, в которой тысяча элементов. Ну, вообще, это, короче, подводочка была. На самом деле, вот то, что ты предлагаешь, я, насколько я понял, ты там меняешь прототипы, делаешь прокси. Да, там все прототипы, прокси и всякое разное. Да, и все это, оно, как бы, как оно по перформансу? Никак, я не знаю. Я просто думаю, что вообще просто никак. Это не для того, чтобы там на этом продакшн-код писать. Нет. Просто чтобы знать, что оно такое существует, и можно различным образом изгаляться. Ну, и в том числе, там, без всяких сигналов и стейт-менеджеров что-то там себе рисовать. Просто оберни функцию лендера и забери контекст, и сам его установить. Ну, то есть наши приложения на React, которые уже тормозят, будут тормозить еще больше, потому что браузер не сможет, джид-компилятор не сможет оптимизировать. Я не думаю, что там дело в джид-компиляторе, это же вообще в целом JavaScript, ну, такое. Ну, хорошо. Так. А, ты там еще показывал пример, типа, можно сделать объект, который одновременно и строка, и число, и всякий массив. А зачем это может быть? Не знаю. Не, не знаю. Просто можно. Это можно сделать. Ну, как бы, понятно, что ты-то об этом знаешь, да, что так можно делать. И, ну, много людей, которые первый раз это увидели. Это из-за извращения. Ну, примерно был зал один. Надеюсь, они это не будут использовать. Конечно, да, не используйте, нет, ни в коем случае. И это не нужно ни в каких-то... Брендер Найк говорил, забудьте. Доглас Крофф говорит, а ты неправильно, забудьте. Витя сказал, не забывайте. Да, просто не забывайте, что оно, наверное, когда-то понадобится. Ну, затянут строгую типизацию. Сейчас, видите, оденет черные очки и, соответственно, все пометят. Вот-вот раки, раки, но мне раки. Видишь, я рачела, я не очень. Все, спасибо. Еще вопросы? О, Даниил, ты можешь последний вопрос задать? А, нет, тебя уже погнали. Я бережу, да. Спасибо за доклад. А вот как идея этого доклада вообще в голову пришла? А, нет, нет, нет. Это уже такая... Это как-то... Рефлен, повтор, да? Это повтор разных докладов. Да, это повтор разных докладов. Вот вообще вот эта штука с ошибками, она была в каком-то... То есть это компиляция, да? Да, это уже компиляция. И самое, что здесь было... Я просто хотел разобрать вот именно вот то, что вот у нас есть ошибки, потому что в том докладе, в котором были эти ошибки, ну, там это было вскользь, было такое... Там больше было про все остальное. Вот, а тут больше про саму ошибку. Кто хотел узнать, откуда это взялось, можете перейти на Holy.js канал на YouTube, канал Holy.js конференции, и там увидите целый сериал из докладов, разные годы он читал, который в этой идее постепенно развивался, добавлял что-то новенькое. Чего не было еще? Не было... Ну, то есть у меня раньше не было TypeScript, там сейчас все это на TypeScript, ну и поэтому, да, я это переосвежаю. А насколько интересно было в этом копаться? Как-то идея даже так не приходила в голову. Меня беспокоит именно то, что, там, давайте откажемся от DISS, давайте откажемся от цепочки прототипов, давайте не будем вот это все использовать, вообще это все забудем, и, ну, как бы вообще выкинем из стандарта. Ну, то есть эти настроения есть. Но это не выкинут, это оставят, чтобы поддерживать. Don't break the web, основное правило, конечно же, да, никуда это никто не денет в ближайшие, я надеюсь, лет пять. Но использовать вряд ли это будут, действительно. Ну, а если все-таки надо? Ну, вот на коленке, вот взял, на коленке себе собрал. Выключается, одну строчку убери и все. Вопрос зачем? Ну, для тестов. Окей. Спасибо. Спасибо. Привет. Привет. Я помню твой очень классный доклад. От Real.DTO. Я, правда, ничего не помню, но это было интересно. Ну, про это же. Мне кажется, это примерно из той же лоджера. Это оно же самое, да. Это те же самые лоджеры. Ну, первый вопрос возникает, зачем мне это? Не зачем. Это не зачем, я понимаю, но давай хоть подумаем, какие могут быть Real World Examples. В реальном мире зачем это может приклеиться? В реальном мире для меня самое главное, что вот у меня есть возможность это делать, да, и я сам себе пытаюсь ответить на вопрос. Хорошо, чуваки, вы вот создали там 25 лет назад, вот это, да, там 15 лет назад вы добавили к этому возможности метапрограммирования, и этим наконец-таки стало можно пользоваться. Я пытаюсь этот ответ найти там у них. Да, но они говорят, вот спецификация, и нас не интересует, как вы ее будете использовать. Нас интересует, какая спецификация. То есть должно работать под спецификацией. Наверное, была какая-то суперидея, которая тогда казалась суперидеей. Сейчас я не думаю, что это какая-то суперидея, но я думаю, что из этого можно излезть в дополнительные какие-то возможности и, в частности, там, ряд вещей переделать. То есть, ну, переделать, не знаю, с одной стороны упростить, может быть, может усложить. В общем, получить какие-то дополнительные свойства, которые иначе вообще не получить. Ну, да, наверное, скорее вот это. И если это забыть, то уже все, мы к этому не вернемся. Ну, действительно, но, опять же, это вроде не очень ответило на мой вопрос, но, наверное, на мой вопрос сейчас особо не ответишь. Ну, я бы использовал для тестов, ну, хотя бы строгую типизацию, но ее и так в Proposal введут, да? Proposal есть про строгую типизацию. Для тестов строгую типизацию использовать, наверное, имеет смысл, потому что если на тестах у нас что-то там прилетело то, что не того типа, ну, в продакшен, наверное, не стоит это тащить, потому что, ну, прокси в продакшене, в объектах, это прям перформанс-импакт, как Дима сказал. Мне кажется, строгую типизацию вроде в полной манере очень часто дает какой-нибудь ZOT или YAP вроде как. Ну, это валидация, а то, что дальше после валидации происходит, наверное, уже не... Ну, я думаю, что на этом можно сформировать какую-то типизацию в рантайме, но, да, эта идея интересная. Мне кажется, построить какой-нибудь ZOT или какую-нибудь штуку для построения моделей. Нет, можно просто инкапсулировать ZOT. Не нужно ZOT писать. Возьми его, положи, вот себе на нем что-нибудь построй. Ну, да, или как вариант, действительно, можно построить какую-нибудь схему, и уже на эту схему куда-то... Ну, над ZOT, вот нужен тебе свой собственный ZOT. Как видишь, мы придумали. Да, monkey patching, ну, вот, то есть, not.js bootstrap, да, not.js bootstrap, он весь выстроен из... Мне кажется, вся на удовольствии. Тише, 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 ребята. Вот такие всего несу, но уже такие ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. А представляете, люди в зале не знают, что такое ZOT. Кстати, кто знает, что такое ZOT, библиотека? ZOT. IAP. А в первом докладе было, и там даже объясняли. Runtypes. Ну, runtypes это тоже классно. Короче, я к тому, что... Спасибо большое. А может нам подискутировать с Витей еще кто хочет попробовать его найти здесь и пойти на переменку перед последним докладом, который будет уже не настолько сложный. Надеюсь, его поймут все. Да. Спасибо, Витя. Раки. Приезжайте в Ростов, кушайте рак. А, кстати, это Ростов-на-Дону. Это Ростов-на-Дону. И это местное сообщество френдендеров. Да, это у нас есть еще там одно. Вот я расскажу про майку, если надо. Ну, Indefine. Ну, вот рак, да, там же рак. Ну, можно было здесь, конечно, да. Я хотел развернуть майку. Все, ребят, давайте перейдем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ